Всем привет, с вами Егор Ирушин и да, вот, то есть, если статистика на канале будет такой, какой она вот сейчас является, как показал предыдущий ролик, то ролики будут выходить примерно вот с такой вот частотой. Простите, пожалуйста, но, типа, заниматься этим ради себя мне не особо удобно. Так вот, сегодня, как вы уже прочитали в названии, речь пойдет про выступление венгерской металлкор-группы на конкурсе Евровидения, но перед тем, как поговорить на эту тему, я хотел бы попросить вас по ссылке в описании чекнуть моего отличного друга Леши Лизанова клип, клип его группы Night Before The End. Вы можете помнить Лешу по дискуссиям, мы обсуждали с ним альбомы, и вот сейчас он выпустил свой первый клип со своей группы, поэтому, если вам интересно, если вы хотите поддержать ребят, кликните по ссылке в описании, поставьте им там большой палец вверх или вниз, не знаю, как вам понравится, не понравится. Вот, что ж, теперь к теме разговора. Группа WAWS, она называется, из Венгрии, представляла Венгрию на конкурсе Евровидения, и все было бы нормально, если бы эта группа не играла металлкор. Да, разумеется, прецедент достаточно громкий, и у меня сразу начали спрашивать мое мнение, что я об этом думаю, каким образом мне понравилось, не понравилось это выступление, ну и я решил записать вот этот вот ролик. Про саму группу я непосредственно до их участия на Евровидении не слышал, но, в принципе, я такой музыкой больше особо и не интересуюсь, поэтому ничего удивительного в этом нет. Судя по всему, ребята выиграли отбор, вот этот вот всевенгерский отбор, значит, на Евровидение, и из-за этого, собственно, поехали. То, что сам конкурс Евровидения их взял, в этом, наверное, ничего удивительного нет, потому что, ну, положа руку на сердце, как бы Евровидение любит фриков. Что, я думаю, по поводу непосредственно самой песни, самого выступления. Песня, не знаю, как бы такие песни, они были популярными, и они были относительно, как бы, новыми и свежими лет, эдак, там, 10, если, типа, если быть совсем реалистичным, ну, с натяжкой лет, там, 6 назад. Ничего нового в этой песне, разумеется, нет. Единственное, ее прикол заключается в том, что она на венгерском языке. Венгерский язык, если вы его, если вы о нем не знаете, он, как бы, ну, не особо приспособлен для музыки, прямо скажем, не самый приятный для прослушивания. Однако, пацаны решили выступить с треком именно на этом языке. Про выступление, что я могу сказать? Евровидение, это конкурс, ну, то есть, про Евровидение мы еще дальше, я пару слов скажу. Однако, Евровидение, это конкурс, как бы, шоу. Это конкурс, на котором, ну, как бы, если вы смотрели Евровидение когда-нибудь, или если вы смотрели Евровидение хотя бы в этом году, вы понимаете, что самое главное, это номера. Самое главное, каким образом это сделано, то есть, там есть хореография, там есть какие-то эффекты, Есть какие-то графические эффекты, есть какие-то световые эффекты и так далее Ребята не стали заморачиваться Они просто пришли, сыграли свой трек Гитарист упал в людей, где его 5-6 человек подержало Остальные стояли и не понимали, что происходит Ну и все По-моему, там еще какие-то языки пламени были Я в описании оставлю ссылку на их выступление Что я заметил? Кроме вокала, как главного, так и вспомогательного от гитаристов, басистов и так далее Кроме вокала все было сыграно под фанеру Что для такой альтернативной крутой группы, мне кажется, немножко зашкварно Но ребята просто, я думаю, что не особо поверили в свои силы Потому что невозможно списать это на то, что их некому было подзвучить Потому что ребята из Албании, по-моему, если я правильно помню Сыграли полностью вживую У них была подзвученная ударка, подзвученные гитары Это был настоящий живой звук А ребята, играющие в альтернативном жанре, почему-то решили сыграть под фанеру Кроме вокала На самом деле, то, что фанеры на вокале не было Слышно хотя бы потому, что вокалист очень сильно всерал чистый вокал Разумеется, он не всерал экстрим Потому что всрать экстрим, как бы, в принципе, невозможно Как бы вам там кто чего не говорил Привет Леосу Но типа вопли всрать невозможно Возможно всрать только чистый Что у ребят получилось отлично Что я еще могу сказать? Я не совсем понимаю, зачем альтернативные группы Лезут на мейнстрим-конкурсы Это то же самое, что на фабриках звезд Или на каких-то народных артистах Или X-факторах Приходит всегда какой-нибудь просто долболещ И начинает там орать песню группы Кеннибал Корпс, например Ну, всем же понятно, что просто его будут считать Просто полнейшим дурачком, клоуном И также, мне кажется, что сам факт того, что на Евровидении выступает Точнее, металлкор-команда Ну, что может быть менее крутым для жанра? Что может еще больше показать на просто полнейшую смерть И неактуальность жанра? Если группы в этом альтернативном И как бы не таком, как все жанры Если его можно так назвать Выступают на Евровидении Разумеется, можно подойти к этому вопросу так, что Типа, вот, это популяризирует жанр там и так далее Но Евровидение не смотрят люди, которые слушают металлкор То есть, и люди, которые, типа, до этого не слушали металлкор А теперь такие, хм, начнем-ка мы слушать металлкор Ну, такого не бывает Так не будет То есть, разумеется, люди, типа, фанатская база самого Евровидения Скажет, типа, о, дурачки опять Какие-то там, не знаю, дети, возможно, людей, смотрящих Евровидение Дети, которые тоже оказались у экрана Вот, ну, они там скажут, о, круто То есть, у ребят было 15 или 16 тысяч лайков на фейсбуке позавчера Сейчас у них, типа, 22 тысячи, если я правильно помню То есть, это сыграло им на руку Но мне кажется, что это сыграло им на руку исключительно Что касается их, вот этой страны Конечно, им это помогло Это популяризировало их непосредственно Не жанр, а вот их То есть, на Википедии написано, что вот они, типа Их, вот этот сингл, он чертанул на первом месте в топ 40 венгерских синглов Ну, как бы на Евровидении, который глубоко политический конкурс Их отправили просто из-за того, что, ну, в Венгрии Ей, прямо говоря, абсолютно плевать, кого посылать на Евровидение Просто потому, что, ну, типа, это политический конкурс А на политической сцене Венгрия, как бы, мало кому нужна Поэтому было понятно, что, конечно, никакого места они там не возьмут Поэтому Венгрия такая А, что, металкон, орут? Ну, ладно, пусть, давайте, хотя бы, типа, прикольно будет Потому что победила тоже, как бы, девушка из Израиля Которая полнейший фрик и делала там какую-то просто бешеную, не знаю, не импровизацию У нее там какие-то вот эти пульты были, там какие-то кошечки махающие Ну, короче, вы видели, я думаю Если не видели, посмотрите Но, то есть, я не знаю И мне кажется, что это просто какая-то клоунада Что это не популяризация жанра А скорее просто, ну, это последний звоночек уже насчет того, что, типа, все Жанр, как бы, скончался Ну, опять же, это я так считаю Многие, я уверен, будут сравнивать это с выступлением группы Лорди в 2006 году Типа, вот, там, металисты уже там побеждали Евровидение и так далее Но давайте, опять же, положа руку на сердце Группа Лорди играла не метал, а рок От металла у них был имидж И этот имидж был маски и шоу У этих ребят никакого шоу не было Они подрыгались там, всрали чистый вокал и все Вот такие вот, короче, мои мысли Я ничего не имею против ребят Удачи им там и так далее Но вот такие вот, короче, мысли меня посетили при просмотре Евровидения вчера И вот Чекните, типа, выступление по ссылке в описании Наверное, там просмотров и так много Поэтому рекламы я им особо не сделаю Вот, с вами был Егор Ирушин Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны Ставьте большие пальцы вверх Подписывайтесь на мой Инстаграм Ссылка в описании Когда будет 3000 подписчиков, я запишу очень интересный видос Я думаю, вы уже знаете какой Вот и все Пока